всем привет еду я так сказать на свой объект на котором я делал монтаж и обвязку котла бакси экофор гидравлики об этом есть видео на ю тубе также я снимал отдельное видео как вязать дымоход на этом котле на монтаж системы отопления в этой квартире делали другие ребята и как они все это там сделали сейчас я вам покажу заказчики позвонили пожилые люди паш приедь посмотри как как нам сделал это уже все видел я сейчас еду хотя бы чуть-чуть им переделать трубы вообще там не закреплены никак там полтора-два метра расстояние между крепежками нижняя труба вообще без 45 уголка подходит к радиатору прям напрямую сразу так вот в общем там там жесть не вроде бы хотели переделать также как вот там у меня была переделка траж монтаж обвязка котла в доме брусово пожилые люди живут на одну пенсию я в принципе у вас это все будет работать единственное чисто эстетически все некрасиво сделано у вас заставлена мебелью мебелью заставлена и вроде ничего страшного столько по возможности под делу и радиаторы повесили на крепежки не на те что надо последний радиатор по ветке подключили двадцатыми кранами надо было поставить 25 экраны там четвертые пробки они поставил 20 экрана у них это радиатор плохо греется все шаровые краны поставили ночью жесть я уже сюда приехал сейчас все покажу так что вот так доверяйте работу профессионалам они мастерам которые берутся за все работы приехал в квартиру переоделся за ним свои вещи это вот последний радиатор по ветке включение не сделали нижние поставили 20 экраны полдюймовые сейчас я их буду менять сделаю боковое подключение то есть с этой стороны будет у меня подключение все с одной стороны поставлю трехчетвертные экраны такие вот шаровые валтековские трехчетвертные полнопроходные пробки я поменяю что ты пробки я поменяю поставлю трехчетвертные субветка последние по ветке последняя батарея грелась хорошенько крепежи как я и говорил практически нету все лампу разверну это моргает так вот все подключено радиатор висит криво нижнюю трубу я подключаю сама закрепим к стене включаю через 45 угол фоточку я вставлю вот так вот все сделано не знаю сколько вот крепежка а дальше ее нету крепежки сколько здесь расстояние наверно почти два метра крепления никакого здесь нет и поставили вот такие вот крепежи я такие крепления ставлю только на деревянную вагонку на имитацию бруса там где дальше пустота на саморезах чтобы закрепить здесь стена кирпичная можно было поставить штырьевые крепления вот на такие одно отверстие сверлица и все здесь они в каждую крепежку вкрутили по три по три отверстия делали все равно это все выпадает сейчас дальше покажу практически везде так сделано здесь я эту просто батарею закреплю к стене на вот эти штырьевые крепления ту переделаю на трехчетвертные экраны пробки поменяю дальше значит здесь здесь они приезжали они приезжали их вызывали вот эта батарея у вас упала да здесь они поставили 1 1 2 3 4 5 они 5 этих угловых поставили а вот кстати здесь труба накреплено и здесь очень было прям на полу они посередке черный а вижу 1 1 скрепить получим хомут со шпильку поставили здесь вот не поставили 45 углу на нижней трубе так бы она вот так не торчал и вот этот у них уже кран полетел вот этот но вертушок то они новых я смотрю они отличаются это кстати про aqua хороший кран считается а вот эти краны вот вот купили мне хорошие эти краны которые здесь стоят это это вал флекс что ты так здесь я показал следующий на покажу включите пожалуйста свет здесь вот тоже трубы вообще снизу не закреплены к стене криво косо и кстати вот тут тоже батарея падает сейчас я буду перевешивать вот этот вот монтаж одно место радиаторов они взяли с хозяев 30 тысяч рублей это без обвязки котла потому что обвязки котла здесь я делал 30000 разделить на 7 мест радиаторов получается они взяли 4280 сейчас там появится калькулятор разделил яйцо то есть люди взяли два раза дороже и вот такой монтаж сделали такой монтаж держите пожалуйста здесь вот в квартире угол не 90 градусов он закругленный здесь они хотят коробки уже брали коробку здесь в коробке они оставили материал лишний и в коробке очень много было 45 углов но можно было сюда вот впаять два сорок пятых уголка чтобы обойти вот этот закругленный угол нет они сюда поставили 90 и вот он так торчит боком здесь даже трубу спаяли немножко низкосок о том что тут опять также без 45 я молчу и вот так вот трубы идут если даже вы стернулись из крепежки покажу ванну ванны это ближайшая батарея к котлу посажена 20 экраны все правильно только надо было ставить на обратку шаровых потому что эта батарея работает как байпас ее прижимали шарными кронами хотя шарными кронами это делать нельзя так вот здесь вот так вот здесь здесь крепление вообще нету крепление только вон там углу гарнитура он вижу я под драйвиатором сделано все вот так вот артисты в этой квартире я сделал дымоход собирал одним днем раздельный вот этот дымоход по нему есть видео окно прочистки я вот замуровал свое ставил чугунную дверку я выдергивал объяснял почему надо ставить герметичные окна прочистки сделал здесь я утепленный приток воздуха это сотка труба утепленка и сделал гидравлическую обвязку котла вот так вот вот по мне углами фильтр валтековский универсальный и под котлом сейчас по возможности подделаю им чтобы можно было жить и пользоваться так что вот так выбирайте грамотных монтажников желательно видеть их не работу правил на все время сделали красиво говорит что вот так а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 так батарея значит снял разметку я сделал под крючки вот это безобразие короче лишь смотреть на него не могу коробит меня от этого сейчас сюда впаяю 245 угла на верхнюю на нижнюю трубу сейчас переделал тут опор над добавить они кстати ставили сюда пора вот они 3 есть здесь есть эти депеля но них потом не поставили из-за того что здесь угол не сходится сейчас я сюда 45 воткну и она прижмется хотя купили ведь это тот от них остатки все купили углов здесь 45 очень много оставили хозяева чего они вам сказали куда вы это заберите да куда они вам сказали эти углы забрать ничего не саду пригодятся саду не надо тут вот я и говорю может тебе пригодится я сейчас частично поставлю так что вот так так это батарея переделал пока показываю по итогу уже как получилось вот эти две опоры снизу добавил здесь она была тут вот эту они опору размечали но потом выкрутили депеля в стене были они сняли 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 потому что у них из-за 90 угла труба не подходила туда я впаял 45 углы два штуки здесь напомню стена полукруглая и все получилось замечательно так что так вот осталось батарейка кухня вот это батарею переделать надо тут вот трубы еще закреплю тут вообще нету опор только вон там опоры есть у гарнитура здесь нету здесь надо парочку добавить здесь где-нибудь еще вот там и сама батарея на дорогие крючки повесить здесь тоже уже отрывается тут от монтажников зачем заморачиваться там с креплениями если можно подложить уголки сейчас попробую увеличить видно да это угол 20 45 градусов положили его на пол под первую трубу между 1 2 тоже лежит уголок держит зазор что вот так учитесь как надо батарея перевесим закрепил на эти штыри на штыри снизу крепежки как мог добавил так что вот так выбирайте правильных монтажников это вот то что материалы вырезал два уголка 2590 из внутреннего угла паял 245 это вот все не нужно и вот еще вот коробка но осталось и вот еще с последнего радиатора краны двадцатые полдюймовые я заменил на трехчетвертные 25 труба подходит к самому радиатору трехчетвертные пробки поставил ну и вот крепление все вот эти вот получается не нужны все пойдет на мусорку это вот то что люди не занимаются профессионально этим не знают что куда и как работаем в этой сфере не первый год уже знаем все тонкости и нюансы это коснись любой профессии также как вот и авто автомеханики просили закрепить тоже не было опоры они то на есть расстояние метр поставлю здесь опору пощупайте батареи последнюю я вас не буду снимать только я ниже ниже у вас такая батарея было после них такой не было батареи обжигает как я говорил то что на последнем батарее по ветке я и вам и тех кто меня смотрит объясняю на последнюю батареи по ветке если радиатор алюминиевый ничего не мешает поставить трехчетвертные пробки и поставить полнопроходные шаровые краны кому как нравится можно и вентиля поставить трехчетвертные там под термоголовку или еще что то ну я обычно шаровые ставлю полнопроходные насосу легче прокачать ветку и батарея последняя она всегда одной температурой так что такой нюанс такая хитрость есть все работа завершены так что все работы я завершил там все что смог я переделал что там было в моих силах конечно там частично осталось их нет это вот порнуха с обратки с трубами подводящими прямо ну блин я их не могу переделать там весь тройник перепаивать бы пришлось они вообще хотели как бы все переделать только спрашивают ну как нам лучше переделать или так оставить были согласны на переделку я бы в принципе она у вас и так будет работать единственное чисто эстетически вот ну сейчас деньги выкинете снова за работу и за материал причем эти мастера то за них с них взяли за работу больше чем я беру так что вот так прежде чем нанимать специалиста вы придите к нему на объект и посмотрите как он делает работы свои а так чтобы нанимать без без осмотра его работы так кот в мешке блин я не знаю так что вот так понравилось видео ставим палец вверх кто не подписан подписываемся чтобы не пропустить следующее очередное интересное видео всем удачи подд Costa будьте добрее до свидания до сих пор Продолжение следует...